Детский сад и семья вместе стоят на страже здоровья подрастающего поколения. Дошкольное учреждение «Сказка» уже третий год является региональной площадкой по формированию адаптационного и здоровьесберегающего потенциала ребенка. Идет активная работа с родителями. На очередной встрече говорили о здоровье всерьез. Данное мероприятие в рамках функционирования нашей площадки направлено на популяризацию здорового образа жизни, профилактику различных заболеваний, а также на выработку единых требований между детским садом и семьей в вопросах здоровья, сбережения, укрепления и сохранения. Какие фрукты и овощи помогают при простуде? Листья какого растения помогают при ушибах? Кто такие моржи? И много других не менее интересных вопросов звучало на мероприятии. Сегодня родителям дали почувствовать себя в роли детей. Они окунулись в этот прекрасный мир вместе со своими чадами, складывали пазлы, отвечали на вопросы, а главное – весело и с пользой проводили время вместе. Как сказал академик Амосов, если нельзя вырастить ребенка, чтобы он совсем не болел, то поддержать его высокий уровень здоровья мы вполне можем. Вот этим и занимается наш детский сад «Сказка». Ведь здоровье – это незаменимое счастье в жизни каждого человека. Детский сад «Сказка» для многих стал семейным. Так в семье Светланы Грядиной старший сын Артем посещает старшую группу, а два младших – младшую. Родители мечтают, чтобы их дети были здоровыми, умными, добрыми и прилагают для этого соответствующие усилия. Наша семья поддерживает здоровый образ жизни. Мы очень любим заниматься спортом, плаваем в бассейне, занимаемся разными спортивными секциями. В детском саду являемся активными участниками спортивных и праздничных мероприятий. Когда узнали, что нужно принять участие в деловой игре, то с радостью согласились. Мы ходим на зарядку, физкультурой занимаемся, делаем поделки разные, едим здоровую пищу, танцуем, поём. Я люблю нашу сказку. Важно, начиная с самого раннего возраста, воспитывать у детей активное отношение к собственному здоровью, понимание того, что здоровье – самая величайшая в мире ценность, здорованная человеку природой. И союз педагогов и родителей, как ни что иное, помогает добиться лучших результатов в этом направлении. Елена Беляева, Павел Желтиков, Ленинск ТВ